Девушки отдыхают 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 Удары к воротам, так что ужасный, ужасный порывай. Сама победа. Спасибо. Начинаем нашу пресс-конференцию после матча «Волга-Октан» с Сергеем Викторовичем Сердышем. Готов ответить на ваши вопросы. Впечатления об игре? Впечатления. Самое главное было после поражения, предыдущего выхода, на своем поле с КамАЗом. Настроить команду на эту игру, потому что с «Октаном» мы очень тяжело играли в первом круге. Если вы помните, мы первый тайм проиграли 1-0. В начале второго чудом они не забили на второй. Я помню, что хорошо потом мы сравняли и в конце, на последнюю минуту выиграли победу. И сегодня мы ожидали такой плотной игры. У них последние две игры в Новотроицке на выезде 0-0. Дону с Сыжевском 0-0. А Сыжевскому сыграть ничего, много устоит. Мы тоже с Сыжевскому ничего сыграли. Поэтому отнеслись серьезно к этой команде. Вы знаете, что перешли мы с того поля на это. Хотя правильно Миша Страшанский написал, наверное, он, по-моему, чемпион. Что, конечно, все самые значимые победы как тренеров мои были на труде. Я с Сыжевым люблю. Но таковы реалии сегодняшнего дня, что здесь поле гораздо лучше. Ну, здесь и директор великолепный, Владимир Николаевич Караков, гостеприимный. На этом стадии он, по-моему, потому что качество пока на труде оставляет желать лучшего. Возможно, с «Спартаком» мы сыграем, скорее всего, здесь. А последнюю игру с Сыжевым, если за это время поле подготовит, закончим чемпионат. Последняя игра в этом году, может быть, будет на труде. И, возможно, сделаем, потому что игра такая будет принципиальная. Первый группу все за него проиграли. Последнюю игру, если хорошо все будет, может, бесплатный хост на последний матч. Клуб решит это сделать так, чтобы болельщики пришли на последний матч. Мы так немножко вперед загадываем, уходя от игры. А что сегодня по игре, очень рад результату. Ну, мне кажется, и качественно ребята сыграли. Второй тайм уже немножко, может, не так остро, но играли по счету. Потому что через пять дней все играют нагрузкой. Тяжелый матч с Тюмени, тяжелый матч с «Камазом». Сегодня простой матч. Силы игроков не беспредельны. Поэтому второй тайм может быть не так красиво, но на результат. Вопросы? Всем спасибо. В первом тайме Луга показала действительно ту игру, которую вы говорили, что на хорошем колях от команды показаться хорошую роль. Да, в первом тайме, да, я считаю. Ну, честно говоря, я, честно говоря, в втором тайме, может быть, не так, как в первом. Мы играли по счету. Играли по счету. Нас 2-0 устраивал. Пусть соперник полезет вперед, что мы видели. Мы второй тайм кричали, чтобы не прессинговали игроки, чтобы опускались. Вот, наверное, слышали. Это было специально сделано. Они проигрывают, пусть они лезут. В первом тайме мы прессинговали. Иногда у нас получалось, что мы забираем мяч на той половине. Но когда по счету, главное, нас это устраивало, мы уже опустились. И, в принципе, я считаю, что в больших моментах у Соколова не возникло. Только в том моменте, где он там сам чуть-чуть ослабился, был момент, там пошел и не достал мяч. А так, в принципе, у нас и около наших ворот ничего такого не было. По-моему, Ринат сегодня немножко подзамерз. То есть, получается, что Октан получился не таким уж страшным, как его... Я не знаю причин Октана. Я знаю, что, например, у них сегодня не играл Вагарф, которую мы отдали в аренду с условием, что он не будет играть против нас. Может быть, он был сыграл, потому что это надежный защитник, поэтому, может, на ноль сыграли. Может, из-за этого еще один полузащитник у них там пропускал 4 желтых. Романенко попал, померя. Может быть, этих игроков им не хватало. Но это чисто, между проблемой Октаном. Я доволен ребятам сегодня. Всем спасибо. Это замена Хагульбулина. Это попросил он уже на 44-ке, кричал, Викторович, что не могу. Пошел в подкат и получил, будем думать, всю травму голеностопа. Думаю, что Курбину-2 постараемся его встроить и восстановить. Слава Богу, чтобы он играл в выездном матче по Рубину. Мы настраиваемся так же, как на Октан с Курбину. У нас нет славы соперников. Все наши победы над командой, кто внизу. Все с преимуществом один мяч. Сегодня Киров, Сизру, я знаю, 0-0 сыграл. Вот вам команда, которая внизу находится. Поэтому ухо востро. Тем более с Рубину, который в своей истории у нас и когда мы в первую лигу ходили, в ульяновские очки я отнял. Поэтому мы серьезно настраиваемся на Рубину. Игра, кстати, кто не знает, на день раньше будет перенесена. Девято. Девято, потому что РФС прислал письмо на день раньше, в 15.00. Поэтому приезжайте. Валерий Сергеевич Красулин, главный тренер футбольного клуба «Октанк». Готов ответить на ваши вопросы. Ну, наверное, тратится комментарий по игре. Комментарий по игре сложно сказать. Почему? Потому что в тот футбол, в который мы играли в первом тайме, да, это тяжело назвать футболом. Сложно назвать футболом. Особенно с такими командами, как ульяновский, как ульяновский, как ульяновский, как ульяновский. Почему? Потому что если распустить, если дать волю игрокам соперника, то ребята собраны достаточно квалифицированно. И потом тяжело будет переломить игру, или попытаться что-то сделать сами. Так оно и получилось. Могу сказать только по своей команде. Да, это один из худших наших первых таймов. Вообще просто провальный. Мы такую игру только отыграли с Рубеном. Два дома, да. Но там играли совсем другие люди. Пытаемся укомплектоваться. Но с точки зрения нашей финансовой составляющей огромных таких у нас возможностей нет. Поэтому комплектуемся тем, что есть. Поэтому, соответственно, и игру такую показали. Что касается ульяновска, хорошая, добротная команда, работающая, допустим, на хороших скоростях. То, что планировали мы закрыть, заставить соперника играть длинными передачами, в принципе, получилось. Но не получилось подбора, не получилось целостной игры полузащиты всей. То есть, как таковой, первый тайм, как таковой, провалила полностью полузащита. Будем разбираться, будем анализировать, что случилось, как произошло, из-за каких моментов. Поэтому, что касается этой игроки. Вопросы ваши? Вы сказали, что вы поменяли полузащитную силу, поменяли еще и Ротай в первом тайме. Почему именно последний рубеж вызвало такое решение? Ну, Ротай, который бывший Ротай премьер-лиги, должен ловить эти мячи. И то, на что указывалось во время стандартов, когда закрываются определенные зоны, когда Ротай должен выходить и дотягиваться до этого мяча, особенно у Ротари, который бывший Ротай премьер-лиги. А он этого не сделал. Поэтому пришлось поменять Ротая. Один в полу на нашем торгоне, даже с Нелки, между ушей пропустил. Не сказать, что там какой-то сумасшедший кашлет был, или еще что-то. Просто мяч летел, в его угол как летел, он так даже его не видел. Я считаю, что Ротари такого уровня, которые, огромного мнения, такого большого, что они способны играть где-то выше. Должны контролировать эти стандарты, эти удары. Так как он, сколько, 20 минут отыграл, и не было ни контроля, ни подсказа, и проявлялась в каждом действии неуверенность, из-за того, как меняли его. Дмитрий Слав Сергеевич, вы неоднократно подходили к бровке. Что скажется по судейству? По судейству я это более ничего не вижу. Почему? Потому что команда проиграла, и громкие судьи, в том числе и я, поэтому все, что было по бровке, это было лишь эмоции. Я эмоциональный человек, и я думаю, что без этого более нельзя. К сожалению, да, в какие-то моменты еще не умею сдерживать эмоции, но хотелось бы сдерживать. Поэтому это были только эмоции. Что-то говорить в сторону судей не вижу смысла. Почему? Потому что прежде всего по краешним цветам больше думаю об анализе игры, об анализе игры на эконом-то. Вчера что-то произошло, в чем проблема, почему, как. Поэтому без кементарий судейство. Нормально, судейство в так же время. Валентий, вот там сейчас есть один игрок, полузащитник, который подоговорился, не играл сегодня. Скажите, если бы подоговоренности не было, он бы мог усилить оборону команду? он бы однозначно усилил бы оборону. Просто бы усилил, да, была бы немножко другая река. Почему? Потому что, ну, когда люди такого уровня, да, ну, я считаю, что Ильдар футболист добротный, и поэтому выскажение расвоивания, да, для нашей команды, это игрок определенной конфигурации, то есть игрок, который стержен, будем так говорить, да, Костя, Низоцит, Ильдар. Когда кто-то из них выпадает, соответственно, приходится в перерыве раздевалки, как это было сегодня, немножко встряхивать крайних защитников, которые первый тайм тоже фактически полностью прорудили. Поэтому я считаю, что да, он помог и очень сильно помогут. Еще не будет вам расставать.